У кого Иисус в сердце сейчас находится? Кто знает об этом? Аллилуйя! Вы пойдёте с ним? Аллилуйя! Аминь! 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 КОНЕЦ 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 Уважаемые жители нашего города, сегодня мы открываем стены нового храма. Я хочу вам напомнить, что два года тому назад именно в это время те, кто стоял в истоках этой церкви, начали работу с исполком Выборгского городского совета, обратились в свой взгляд, чтобы им передали вот это здание. Здание, в котором раньше была церковь, а потом в нем стал кинотеатр. И, к сожалению, вот такое наше тяжелое явление, этот кинотеатр практически, ну как так вот выразиться, по-церковному что ли, дышал наладом. Здесь очень мало было уже народу, здесь в очень плохом состоянии находилось это здание, и практически его надо было закрывать. И вот в это время нашлись добрые люди, которые приняли такое решение восстановить, возродить здание бывшей церкви, затем кинотеатра, снова храм. И мне приятно, что вот через два года, именно сегодня, в день возрождения, в день воскресения Иисуса Христа, в день как бы его второго рождения, церковь получила свое второе рождение. Это очень милонично, и я бы хотела и надеялась, что так это и будет, что так жив вечно Христос, так пусть вечно и живет этот храм. Чтобы в этом храме всегда были люди, чтобы в нем были прихожане своих, чтобы сюда приходили не только взрослые, но и их дети, и внуки. И пусть этот храм живет вечно. Спасибо нашим финским друзьям, которые оказали, собственно, основная вся тяжесть восстановления этого здания, как раз, полна наших финских друзей. Потому что они финансировали восстановление этого здания. Я практически, в общем-то, как-то бежала с контролем восстановления этого здания. Я здесь неоднократно была. Я хочу сказать большое спасибо Беге Клаверману, который тут, в общем-то, был у нас главным строителем, главным прорабом. Он смотрел, вот какие краски надо подбирать, какой лав привезти. Без конца мотался сюда и сюда. И практически почти стал уже нашим жителем города Выборга. Потому что вот эти два года он практически в Выборге и жил. И, конечно, спасибо всем финским друзьям, которые оказывали, в частности, Беге, и моральную, и большую материальную поддержку. Уж тут греха стоить не надо. Это здание мы восстановили за их счет. Поэтому я еще раз желаю всем здоровья. Пусть мы должны сказать большое спасибо. И пусть этот храм живет и процветает. Слава Богу! Спасибо, Татьяна. 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 Спасибо. Теперь мы в России, и говорит русский, и переводится тоже из России. Так, это есть. У меня фамилия русский, Венеданин. Я из Карелии, у меня родители в Карелии. Спасибо Господу за что. Теперь мы учимся в России, и там управляют проповеди, как весь мир учат. И так мы учимся там вместе с этим языком. И мы с этим братом здесь вместе учимся. И я хочу спросить, хотите ли вы отправить привет в такую школу, которую отправляют во весь мир проповедников? Но я расскажу, что если вы только прислали меня, они уже некоторые объездили весь мир, и теперь обратно поедут другой раз. Я не хочу того говорить. И Бог, которого вы теперь слушаете, и которого любите, и которого вы ищете постоянно. Этот Бог пришел ко мне вчера утром. Это был очень интересный момент. Он сказал, что у меня есть дело к тебе. И Он говорил мне эти дела. И как раз к этому присоединяюсь сегодня утром. Где мы были ночевали. И Бог опять мне сказал те же слова. И Он сказал, что расскажи этим людям то же самое, что я говорил тебе. Он теперь мне сказал другое место. И теперь я кратко почитаю там. Это Деяние апостолу 2 глава. Петр сказал им, что он дал это слово полностью для нас. И все эти обречения, которые написаны в Божьем Слове. Это для нас. И для наших детей. И кого Бог всегда вызывает. И это есть только один ключ, который вы можете принять. И это есть то, как я уже читал здесь. Чтобы мы сделали покаяние в жизни. И что это значит. Чтобы мы были готовы отвергнуться от рехов. И чтобы мы желали отвергнуть все плохое в жизни. И что есть желание Твое. И Бог обещал на меня. И Бог обещал, что будет слышать нас после этого. И как тут написано, что дар Духа Святого. И к этому относятся здоровье. И благословение и везение во всей нашей жизни. И чтобы живот был всегда полный. Как у меня, увидите. Что вот растет живот. И теперь котиков там есть. Но чтобы и одежда была. И друзья дал мне Бог. И могу ночевать у друзей своего единого. И все. И Бог очень богатый может дать нам. И я радуюсь от того, что вижу очень много друзей своих здесь. И тебе Василий тоже, что пропожаловать. И я тебя не видел там мной. Очень скучаю по тебе. Спасибо Господу. Будь благословлен. И очень радостно, что так я нас здесь тоже. Спасибо, что пришла сегодня. И привет всей семье от нас. И вы все с добро пожаловать. И вы знаете, что вас любят здесь. И мы радостны, что вы пришли сюда. Иисус любит вас. И это очень важно, что Иисус любит вас. Как Иисус любит меня, любите вас. И Я знаю, что Иисус любит меня. Я знаю. И Иисус любит меня. Я знаю. И Он любит очень сильно меня. И Он так живет свою за меня. И все, в чем Я нуждаюсь с жизни. И все, в чем Я нуждаюсь с жизни. И Бог даст это мне. Это точно. Он любит меня так сильно, и тебя, и всех вас, и у Бога всегда есть желание нас, Он любит нас, я очень радую сердцем знать, что Бог любит меня, это основание всего, что Бог любит нас, Он отдал Сына Своего для нас. Чтобы ни один не попал в потерю, а чтобы все могли спасти, и все могли исполниться Духом Святым, и все могли выселиться, и все могут получить Божье благословление, это подарок мне и тебе. И это было очень чудесно, я знала, что Бог говорит мне, как Он любит меня, это чудесно, как Он рассказывал мне, чтобы не маслить это. Спасибо Богу, что Бог говорит мне, и я знаю, что Бог любит меня, Иисус любит меня и тебя. И поэтому мы сегодня все собрались вместе здесь. И я радуюсь, что здесь очень много верующих, но кто еще здесь не верит, и если еще не спасенные, и если ты еще не часть Божьего благословления, то этот момент для тебя, ты можешь теперь спасти, можешь исполниться Духом Святым, можешь исполниться Духом Святым, это ты сегодня можешь, это ты сегодня можешь, все может случиться для тебя сегодня. Бог придет исцелять людей сегодня, и Господь придет и спасать, исполнять Духом Святым. Спасибо Господу. Радо знали эту вещь. Аминь. Слава Господи. Слава Господи. Слава Господи. Слава Господи. И поэтому я знаю, что я живу сегодня. Но если я не живу, ты живешь. Я тогда не знала, что может быть. И сделаем таким образом, что не будем продлевать долго собрания, поднимемся все, встанем. И дадим сегодня возможность для тех в этом храме, кто сегодня хочет прийти в веру. Кто хочет отдать теперь жизнь Иисусу. И которые хотят, чтобы все крики были прощены сегодня. И кто хочет стать Божьим чатом теперь. И которые хотят быть частями Божьего благословения. Аллилуйя! И теперь все, которые хотят спастись, идти вверх. Станьте, кто желает. Поднимите руки. Выходите сюда вперед. Выходите сюда вперед. Выходите сюда вперед. Будьте добрыми. Выходите вперед. Кто желает спастись. Кто желает спастись. Кто желает спастись. Хотят быть частями благословения. Здесь впереди станут. Выходите там сзади, сзади. Выходите там. Руки поднимают. Позади там руки поднимают. Божьех тер까지 обновляйтесь. Открыть ли trunk S1 для перевода. Это вот пято. А мне когда началось своими поступлениями, Около Василия недалеко, выходите сюда вперёд. Руку поднимали. Дядя Володя, выходите сюда. Здесь и теперь мы молимся за тех, кто хотят принять Иисуса Христа и теперь прибудет Божий Дух и ты получишь вечную жизнь. И если ты умрёшь сегодня, здесь Иисуса, и согласно Слову Божьего, и ты получишь вечное страдание. И поэтому мы желаем, чтобы ты понял сегодня. И принять Иисуса Христа и Божья милость, так Божьим чаден. Это бесплатно. Не стыдись людей, будь смелый и выходи, если есть ещё такой. Выходите сюда и мы будем молиться за тебя. Если на балконе там все спастёмные, но ещё вы можете опуститься вниз, если есть такие, которые желают. А если нету? Мэра! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как мы грешники, мы сейчас должны повторить молитву грешника, и Господь вам все простит грехи. Я буду говорить, а вы повторяйте. Дорогой Господь Иисус Христос, я верю, что я грешница, грешник. Я верю, что ты умер за мои грехи, и воскрес из мертвых для моего спасения и оправдания. Я открываю дверь с твоего сердца. Прошу, дорогой Господь Иисус Христос, подни в мое сердце и будь моим спасителем и хранителем. Аминь. Сейчас вам Господь все простил грехи, какие у вас были. И аргелы-хранители сейчас радуются, что в нашей Божьей семье еще прибыла такая армия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, аминь. Теперь ваши имена все будут записаны у Отца Небесного в книге Небесной. Когда мы умрем, нашу плоть похоронят в могилу, а наша душа пойдет к Отцу Небесному Иисусу Христу, и мы будем там вместе с ними. Сейчас мы будем находиться в Царстве Божьем у Отца Небесного Иисуса Христа. Аллилуйя. А сейчас вам еще нужно повторить маленькую молитву. Скажите, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Сейчас и тут. Аминь. Вы сейчас образно вдохнете глубоко. Духом Святым ноги. Это благодарение Господу. Человек не может спасти никого. И никого исселить. Но Бог Святой может. Он уже сделал это. Он спас души. И исполнил их силой. И если здесь с вами люди, которые хотят исселиться сегодня, поднимите, кто желает исселиться. Так много больных еще в зале. Спасибо Господу, что больше чудеса действуют. И если у тебя есть какие-то проблемы с болезненным телем. И вот, поднимите другую руку. В первую очередь начинаю благодарить Господа. Я знаю, что Божий сигнодействует и сиделится здесь. И чудеса будут твориться. Господь говорит тебе это. Дыши глубоко. Прочувствуй себя. Почувствуй астму, которая много лет тебя тревожила. Пошевелите рукой. У кого астма была? Пошевелите рукой. Есть несколько людей. Мухтарь, дышите глубоко. Прочувствуйте себя. Кто может уже? У кого прошла? Шевелите рукой. У кого прошла? Там есть. Спасибо Господу. Дыши моя, ты много лет сомневалась в своей милости. И посмотри, ты доверил жизнь мою, свою дни. И сегодня это я могу сделать. Сегодня здесь сестры и братцы, они могут молиться за Тебя. И это мы сегодня удалим от Тебя. Спасибо, Иисус. 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 Я не знаю, что в этом случае, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Господь говорил мне, что придет такое время, а пусть отверху очистят как будто про Иисуса. И я хочу еще одно рассказать вам, что есть люди, с которыми мы можем поговорить сегодня. И Божья сила коснется сегодня некоторой здесь. И здесь очень близко Божья сила. И есть такие, вы знаете, кто это, которые хотят... У них есть вопросы, они хотят поговорить сегодня. Несколько вопросов вас привыкли. Поэтому выходите сюда вперед и будем молиться за вас. Кто у вас есть правильный? Кто у вас есть правильный? Кто у вас есть правильный? Но там такая... Война Иисусе на каста рула. Неужели так долго больны? Неужели все таки? Война Иисусе на касте? там мужичина левого право относится ну теперь как действует ноги спасибо господи а нам первые а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Бабушка, где бабушка? Пять часов. Пять-шесть. Говори бабушка. Не нужно. Говори бабушка. Говори бабушка. Говори бабушка. Говори бабушка. Говори бабушка. Говори бабушка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.